В губах горечь, будто кто на стой зверобоя влил в девку. И ведь не пара ей зырян. Мало того, что гол как сокол, так еще и парень-то с отметиной каторжанина. Такому жениться на вдовушке или на худой конец на испорченной девке, а не на Лукерье-приискательнице, 19-летней красотке. Отец Лукерье в ту пору ухаживал по тайге с сыном золотопромышленника Ухоздвигова, все искали новые месторождения россыпей. И товары, и деньги не переводились в доме Кругловых. Придивницы помнят, как однажды Петр Данилович после фарта заявился из тайги на сторону Придивною на шестерке Рысаков, а с улицы, от сборни до своего дома, повелел выслать дорожку из семи кусков первейшего бархата по полтора рубля за оршин. Случилось так, что удачливый приискатель Круглов потерялся в тайге. По вешней оттепели ушел проведать золотые жилы и не вернулся. Ждали до осени, всю зиму настала снова весна, и ждать перестали. А вдовела Харитиня Круглова с единственной дочерью Лукерьей. Богатые киржаки засылали свато в дом Харитиньи, но дочь уперлась. Не выйду за нелюбого непреневолевой матушка. Побывали сваты и от Елизара Елизарыча Гюскова. Старик Елизар явился к вдове в борчатке, отделанной каракулями, притащил в дар невестке китайский плюш, бархату на платье, японский нарядный платок, хвастался мошной. И паровые мельницы у них, и табун лошадей, в курагины и отары овец, а рухляди всякой не счесть. В неге да в холле жить будешь, Лукерья Петровна, гундосил старик, развалившись на лавке. Приглянулась ты, значит, Елизару моему, с ума не сходишь у парня. Он у меня хаша и третий сын, а самый главнейший. Потому на свет народился в день нашего престольного праздника. Оттого и Елизаром нарекли. По обычаю, значит. Сынов старших отделил, не обидел, но, а Елизар, род наш, Юсковский, поведет далее. При его доме и мне век доживать, как и должна. Вера у нас, славьте Господи, без крепости, пользительная. И в городе бываем, и на миру с православным людям дружбу водим. Долго похвалялся старик, уговаривал строптивую невесту и не преуспел. Не пойду, хоть золотом усыпьте дорогу, ответила Лукерья. Вдовая Харитинюшка уговаривала дочь. Грозилась, что уйдет из дому к сыну приискателю. А дочь, знай себе, твердит, не пойду и все. После сватовства Юсковых Харитиней в самом деле собралась и уехала с попутчиками на прииск к сыну. Поживи-ка одна непутевая, подпирай стены. Лукерья того и ждала. Дня не минуло после отъезда матери на прииск, как она сама понаведалась в избенку Катаржанина Зыряна. Жил он на поселенческой стороне и до того бедно, что вокруг избенки не было даже ограды. Хоть так дуй ветер, хоть и так задержки нет. В избенке с подслеповатыми окошками Зырян столярничал. Табуретки, стулья, оконные рамы, посудные буфеты, резьбу по карнизам. Все мог сработать Зырян, хоть у самого в избе не было ни единого подходящего стула и шкафа. Сразу от порога занимал почетное место верстак, а у стены токарный станок по дереву. На стене столярные инструменты. Пихтовыми и кедровыми заготовками забита была вся печь. На полу щепа и стружка по колено. Когда в избу вошла лукерья, Зырян стругал доску на верстаке, напевая песню. Оглянулся и выронил рубанок из рук. Вот так, гостюшка. Здравствуйте, поклонилась она. Здравствуй, здравствуй, девица-лебедица. По морю летала, синь земли повидала. Куда ж посадить тебя, а? Не иначе на божницу. Проходи, проходи, лебедица. Я на минутку. Мороз такой, крещение. Прислили ноги, вот и зашла погреться. А где же ваша матушка? Угорела от краски и клея, и в тайгу улетела. Живу один. Ну, да не печалься, Ланюшка. Угостить сумею. И чайком, и метком. И посиди, молотком. Поговорим. Давно не видел тебя, думал, выскочила замуж. И никогда уж мы не свидимся. Из киржатской шубы не высунешь губы. Упрячу. Отец так и не нашелся. Как свечка сгас. Одна я теперь, совсем-совсем одна. Мать уехала на прийске. А тут такая стылость, мороз. Лепетала лукеря, перебирая в руках вязаные перчатки. Зырян поставил самовар. Уткнул колено железной трубы в бок русской печи. Вскоре веденный самовар приятно затянул песню. Зырян беспрестанно шутил. Рассказывал всякие были и небылицы. Потом растянул мехи тальянки и сыграл про золотые горы. За одинарными окошками мороз ковал землю. А им было тепло и хорошо в маленькой избушке. Так бы и жила с ним век. И ничего-то ничего мне не надо. Ни золота, ни шелковых японских платков. И думал у керья, передались Зыряну. Он перестал мучить тальянку и собрал на стол, чем был богат. — Слышал, сватают тебя юсковы. Ах, боже мой, что мне от того сватовства? Мука да печаль со слезами. И мать преневоливает, и брат приезжал, каблуками стучал. А я вот не могу, не могу, не могу. Непродажная я, уж лучше в петлю или в прорубь. И вдруг расплакалась, уткнув лицо в ладони. Зырян подскочил к ней, сел рядышком и обнял. Зачем же слезы, Ланюшка? — Такую лебедицу, как ты, никто не преневолит. Ни мошна, ни казна, ни каблук брата. Ты, как Зорюшка, на всю белую елань. Если бы узнал, что ты вышла замуж, тем бы разом собрал свои инструменты и умелся бы из глухомани на все четыре стороны. Как жить-то буду, как жить-то одна, кругом одна, бормотала Ланюшка сквозь слезы. Ну, а если бы я посватался, Ланюшка? Ах, боже мой, сама пришла, а что еще надо? Не стыда у меня, не совести, думала, не дойду. С утра вышла, и сколько мерзла на улице. Зорян прижал Ланюшку к сердцу, целовал в мягкие пахучие волосы, грел собственным телом, и Ланюшка совсем обессилела. Если бы прогнал Зорян, до порога не дошла бы. Ланюшка, Ланюшка, любовь-то моя, как в той песне про лучинушку. Если догорит, и я с ней догорю. Но ведь окромя любви у меня ничего нет. Мастеровые руки да горячее сердце. Не в цене мое богатство, сама знаешь. Да и в годах я не парень. Коль нога перенесла в четвертый десяток, а тебе двадцати нет. Тяжело ты мне задачу поставила, милая Ланюшка. И так верчу, и эдак, а концы с концами не сходятся. Укоришь потом, обманул Зорян, опутал, легко ли. Не мне корить, сама, сама пришла. Иль того мало. Так и вошел Зорян в дом к Лукерии. Зависть шестая. Милостью Божьей заголосила вся деревня от стороны переселенческой до Киржачей. Заглянула беда и к Боровиковым на покос. Зависть. Проклятущий. Филя, развалившись возле телеги в прохладке, зевнул во всю пасть. Затемох и должно. И опять зевнул. На гнедом рысаке, выпячивая грудь, размеренным шагом подъехал к стану урядник. От надраенных пуговиц отражались лучики, и пуговицы сияли, как золотые десятирублевки. Ухватившись за облучок казачьего седла, урядник тяжело перекинул толстую ногу, спешился. Кинул ременный чимбур подростку-копневщику и, важно поддерживая рукой саблю, отдуваясь, пожелал божьей помощи обедающему Прокопию Веденеевичу. Про манифест государя-императора слышали? Старик развел руками, знать ничего не знаем, и слухом не пользовались. К вам же приезжал десятник на той неделе. Не видывали, Игнат и Елизарыч. Хм, хмыкнул Игнат Елизарыч, и как бы играюще стягнул на гайкой по босым ногам курносого-копневщика. Парнишка взвизгнул, подпрыгнул и кинулся бежать. Ха-ха-ха. Как он завострючился, хохленок. Так бы их всех, поселюгов, визжит да бежит. О, какая жарища. Нет ли у вас воды? Мелания, живо мне. Погнал невестку Прокопию Веденеевич, приглашая урядника присесть на телегу. К обеду пригласить не мог, грех будет. Урядник-то рябиновец. Не слышали? Так вот, поясняю. Кайзер Вильгельм, как он есть про хвост и супен сын, а так и по дальнейшим делам своим, какие навытворял в других государствах-царствах, как во Франции, к примеру, сказать, наш государь-император, восполняя, воссочувствие, объявил кайзеру войну до полного изничтожения. Аминь. Перекрестился урядник. Филя, отвалив голову на бок, добросовестно слушал, поражаясь, до чего ж громотющий и начитанный государев-человек. Миланя принесла с речки воды в ковшике, урядник с удовольствием выпил, смахнул капельки с усов и, оглядевшись, спросил. А где же ваш ссыльный? Не сбежал? В деревню умелся, ответил Прокопий Веденеевич. По какой такой причине? Не по-ндраву пришлась христианская работушка. Э-э-э, прижимать надо, Прокопий Веденеевич? Отрезанный ломоть к буханке не прижмешь, Игнат Елизарович. То и с Тимохой. Он, может, не Тимоха, а чистый оборотень, вставил свое слово Филя. Ежели бы это был Тимоха, какого я еще помню, разве он кинулся бы с кулаками на тятю? Молчай, Филин. Чего молчать-то? Э-ге-ге, с кулаками налетел, подхватил урядник. Я про что толковал? Пороть, пороть надо. Так тиснул, так тиснул тятеньку, как сахатый. Молчай, говорю, не топырь. Нул ногой в зад Фили, отец. И к уряднику. Затмение напарня нашло, ну и полез с кулаками варнак. Известно, без родителя возрос в городе Антихристовом, всему научился. Погоди, Прокопь и Денис. Ежели это так произошло, что значит Тимофей тиснул, как сахатый, то за такое употребление силы, говорю, существует мера пресечения, дозволенная по месту отбывания ссылки преступникам, а именно порка. Без телесного наказания, а как поручение, чтобы держал себя по предписанию. А я говорю, не трожьте парня. Укрывательство, проворчал урядник. Ну да мы еще разберемся с Тимофеем. И ты, Филимон, не спущай. Подскажи старости, меры примем. А теперь, как есть ты в полной сознательности, покажи другим, как надо держать голову, когда сам государь призвал тебя к защите отечества от поганых немцев. И чтоб вернулся ты в белую елань при выкладке георгиевского кавалера, чтоб кресты и медали обложили всю грудь. О! И урядник выпятил грудь, вообразив, что она усеяна крестами и медалями. Собирайся, поедем на сборный пункт. Филя некоторое время соображал, чего от него требует урядник, и когда, наконец, дошло, то чуть не упал с телеги. Дыка, дыка, моя какая воля, дыка, дык, тыркался Филя, двигая по телеге толстым задом. Запрягать надо, поедем. Куда, тятенька? У Фили на лбу градинами покатился пот. Чего, ерзаешь по телеге, вставай. Эй, поселюги, живо ведите лошадей. Копневщики побежали за лошадями. Матушки, залилась Миланья, качая на руках девчонку. У Фили от жалости к самому себе брызнули слезы, и капля за каплей потекли по толстым пунцовым щекам. Прокопий Веденеич сам заложил буланку, собрал на телегу пожитки из стана, прогнал копневщиков пешком в деревню, и, усевшись на телегу, не обращая внимания на вой Милани и хныканье Фили, тронул вождями. Каурка на привязи у дуги рвалась вперед, оттесняя буланку с дороги. Урядник посоветовал Филимону сесть верхом на Каурку и мчаться в деревню вместе с ним. «Не к спеху, Игнат Елизарыч, так доедем!» шевелил вождями старик. Веснущатая худенькая нянька прижалась к логушке в затке телеги, и все глядело, как браво держался в седле упитанный урядник. Телега мерно катилась по дороге, не встряхывая на ухабах. Солнце жгло в затылок уряднику, от дремы смыкались веки. «Шевели, Прокопий Веденеевич!» «Ничего, поспеем, у меня не табун!» «Не погонишь в хвост и в гриву!» Урядник не выдержал, опередил телегу, предупредив, чтобы Филимон в два счета собрался и незамедлительно явился в сборню. «Не жди десятников, Филимон, слышишь?» крикнул урядник и пустил рысака вскачь. Некоторое время ехали молча. «Тятенька, молчай!» «Так, Ерманец-то, Вильгельма, разве помилует?» «И вера наша, разве можно за царя-то с винтовкой?» Прокопий Веденеевич не слушал, свои думы одолевали. Как только переехали мостик через ключ, он остановил буланку, спросил у няньки. «На коне верхом ездила?» «Ездила дедушка?» «Слезай тогда, посажу тебя на каурку, мчись домой к Степаниде Григорьевне. Скажешь, пусть собирает Филимона на войну. Кружка-ложка, провизии на три дня, бельишко-то-сё». «Тятенька, помилосердствуй, утробно!» затянул Филя, глядя мокрыми глазами, как нянька усаживалась на каурку. «Мужик ты, альбаба, мокроглазая!» крикнул Прокопий Веденеевич. «Что ты воешь, кобелина сытая? Замолкни сей момент!» Филю бросила в холод. «Убьет ерманец, не видать тогда белого свету, и даже борода Фили будто потемнела. Другим солнышко посветит, а мне могилушка ерманская. Захоронят во чужой землице без креста, без песнопенья. И зачем я, токмо, на свет народился, эй, кем разнесчастным?» И свет полуденный, солнечный и припекающий тугой загривок казался сейчас таким необыкновенным, что Филя никак не хотел с ним расстаться, вцепившись руками в телегу. Одно сообразил — на войну, значит, погибель будет без промедления. Нутряное подвывание Фили переворачивало душу. Экой мешок, а морщился отец, чудище телесное, неверы в нем, никакого другого потребства, кроме дикого мяса. И в кого он эки уродился? И вспомнил Прокопий Веденеевич, что Филю Степанидушка зачела в тот год, когда Елистрах старший брат Прокопия пытался прибрать к рукам дом и хозяйство. Прокопий Веденеевич до того перепугался, что денно и ночь натворил молитвы. Потом единоверцы-филаретовцы заступились за Читчика Ветхой Библии и Елистраха выжили из дерев. Мне бы в ту пору не молитвой, а силой надо бы потягаться с Елистрашкой. Одолел бы я его, Халерского, и дух мужчинский вошел бы в Филю. И еще припомнил старик, как он воевал с рябиновцами-юзковцами за тополевый толк. В тот год Степанида принесла Тимофея. Отчего ж Тимоха отошел от всякой веры? Как сие свершилось? Илья не разумею того, во что уверовал Тимоха? Такую мудреную загадку растолковать не мог. Прокопий Веденеевич остановил буланку, огляделся, кругом не души. Справа зеленый дым, лебяжий гривы. Ну, слезь. Филя поспешно сполз с телеги. Ступай гривой к яме, где ланесь деготь гнали. Там хоронись до завтрашней ночи. Ночью подойдешь, поймаю к тополю, буду ждать. Ружье дам, провиант, новые бахилы, однорядку с опояской, полушубчик прихватишь, хлеба дам и дуй в глухомань, пустыннику или страху. К дяде стало быть. Тропа одна по распадку тюмеля, помнишь? Поклонишься дяде честь-честью и будешь спасать душу, пока хлещется война. Становись на колени, благословлю. Филя бухнул на колени и молитвенно сложил крестом лапы на груди, распирающей холщовой рубаху. Отец размашисто и сердито перекрестил лохматую, нечесанную голову новоявленного божьего пустынника, обормоча что-то во славу пророка Исаии. С Богом! Филя вовремя вспомнил. Хлебушка надо бы взять, тятенька, до завтрашней ночи дневать надо. Бери. Филя запустил руки в мешок и вытащил оттуда здоровенную, ржаную ковригу, а заодно прихватил кружку и добрый кусок сала. На Миланью и не глянул, будто ее и не было рядом, хотя она и тянулась к нему. Чесанул в лес, столько спина мелькнула между деревьями. Миланья хныкала, сморхалась в подол, скрипела переднее колесо телеги, в задке гремела пустая логушка. На большаке стороны придивной народища, как в храмовый праздник. Как вода омыла, кипит и клокочет подо льдом, так глухо стонала улица. В голос ревели молодухи, бабы, а возле сборни через три дома тьма мужичьих спин. Прокопий Веденеевич остановил буланку и долго глядел в сторону сборни. Мимо шли мужики, здоровались. Один из злолетиных единоверцев, старик с белой бородой в полтора аршина, подошел к Прокопию Веденеевичу, разговаривался. Ерманец-то силен, леший. Перещелкает мужиков, как соболь орешки. Филю твоего забирают. Ерманец-то силен, а бог он еще сильнее. Кабы веру блюли, мужики не шли бы на войну анчи Христову. Оно так, Прокопий Веденеевич. Да красею же оборонять надо. Наша Россея в боге, а не в сатанинском сборище Андроний Варфоломеевич. От нечистого обороняться надо денно и ночно. От него вся муть и колобродство. Андроний Варфоломеевич осенил себя малым крестом, согласен с праведником Прокопий. Не успел он подвернуть буланку к собственной ограде, как из калитки вышел Тимофей со своим деревянным ящичком в черном сухонном пальто, а следом за ним растрепанная, причитающая Степанида Григорьевна. «Тимошка!» — тянулась мать к сыну. «Не уходи же, голубчик мой, зорюшка моя! Чем не потрафили тебе, Тимошка? Отец, отец, глий, Тима уходит квартировать в дом Каторжанина Зыряна! Скажи ему, скажи!» Через дорогу плотники строили дом Санюхи Вавилову. Трое мужиков вкатывали по слегам обтесанное бревно. Прокопий Веденеевич кинул в ой же Милане, сполз с телеги и шагнул навстречу Тимофею. Тот остановился. На какой-то миг столкнулись глазами и ни слова друг другу. Свершилось нечто такое, очень важное, поворотное, когда ни кулаками, ни родительской властью ничего не поделаешь. Будто сошлись с глазу на глаз два века, минувший и новый, умудренный опытом и начинающий жить. И, глядя друг другу в глаза, не признались в родстве. Оставалось одно — разминуться. Но старик не хотел просто так молча уступить дорогу сыну. Одно к одному, крепость веры рушится, успел подумать отец. — Так будет лучше, отец, — хмуро проговорил сын, жить в таком затмении, как у вас, не могу. — Затмение, — говоришь. Лохматые брови старика переломились, как прутья, выкинул вверх стрелки по вискам, как у филина. — Ты... ты про какое затмение? Тимофей шагнул в сторону, отец наплыл на него, как туча на солнце. — Сказывай. Раздувая ноздри, распаляясь, Прокопий Веденеевич враз вспомнил, каким отрешенным чужаком заявился в дом блудный сын и как он, отец, милостиво принял его и не растянул по лавке, чтобы проучить ременным гужом. И сын не вразумел его родительской милости, а еще бросился на него на покосе. И что может быть, Тимофей вовсе не сын, а оборотень, нечистый дух, сатано, сатано, наслаивалась злоба. — Вдохни в меня, благодать Господи, прозрей глаза мои и просвети душу мою. Воздел руки к небу, Прокопий Веденеевич, спаси мя от наваждения нечистого духа, исполню волю твою. Степанида Григорьевна мелко и часто крестясь попятилась в калитке. Миланья съежилась на телеге. В одной руке продегтеренные вожжи, в другой маня сучит ножонками в мокрых пеленках. Из калитки пестрыми комьями выкатились собаки и, навинчивая баранками хвостов, подкатились под ноги Прокопия Веденеевича. Тот пнул их, и они визжа отлетели. — Господи, твердыня мя, прибежище мое, избавитель мой, отончи Христовой скверны, вдохни в мя благодать разумения, уповаю на тебя, Господи, щит мой, рог спасения моего, Бог мой, скала моя. — Что вы в самом деле? — пробурлил Тимофей. — Не тяните ваши молитвы, я все равно в них не верю. И жить в такой дремучести, как вы живете, нельзя в дальнейшем. У Прокопия Веденеевича вспухли связки вен на жилистой черной шее, а зноб прошел по спине. — Проклинаю, сатано! — ударила на всю улицу, как громом. — Изыди, изыди! И отец харкнул в лицо сына, как в нечистого духа. — Тьфу тебе, сатано! Тьфу! — оборотень! — Изыди! Изыди во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь! С нами крестная сила! — Пред чистым небом, пред всей живностью заклинаю тебя, нечистый дух! Тьфу! — Тьфу! — Да исполнится воля твоя, Господи! — Изыди! — Изыди! — И чтоб гнала тебя по земле нечистый дух, как прах от века до века! Тьфу! — Тьфу! — Аминь! — Аминь! — Аминь! Тимофей побежал вдоль большака стороны придивной, а вслед за ним бухал броднями отец и плевал ему в спину, крича на всю улицу «Сатано! Сатано! Изыди! Изыди!» Тимофей забежал во двор зыряна, споткнулся, упал ящик, раскрылся, и оттуда вывалились две или три тоненькие книжки, рубаха и какие-то камушки подобрал на Енисея. Оглянулся, как радец, бежался народ со всей улицы и от сборни. Отец истошно призывал единоверцев изгнать из деревни Ищадия Ада, обороти. Дом зыряна прятался в зарослях черемуховых кустов. На крыльцо выбежал зырян, приземистый и рыженький, а за ним девятнадцатилетний сын Аркадий и квартирант мамонт-головня в черной косоворотке. У Тимофея стучали зубы, и он, озираясь по сторонам, не знал, куда сунуться. Отец! Родной отец! Верующий во Христа Спасителя, гортанно клокотал Прокопий Веденеевич, «Глядите, глядите, сатаномишь нами! Нечистый дух опеленал нас, яко овнов неразумных, чтоб погубить в гиене огненный! Погибель, погибель будет от нечистого духа! Гнать надо, люди!» Возле ограды зыряна тьма ревучая. Плечом к плечу у резного крыльца сомкнулись троя, зырян, мамонт-головня и Тимофей. Из сенных дверей выглядывала Лукерия Петровна. На крыльце Аркадий, такой же рыженький, щупловатый, как и отец. Ребята, худо дело, первым опомнился... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 «Бьет бы нам, Тимоха!» — скрипнул зубами головня. «Бейте их, Анчи Христов, бейте!» — кто-то резко и надсадно подкинул в толпу. И в тот же миг в головню Тимофея полетели палки, комья земли, камни, столярные заготовки зыряна. Осажденные не успевали увертываться. То камнем попадут, то палкой Тимофею угодили в голову. Струйка крови, как пеленою, затянула глаз. Дряхлая старушонка-мандрузика, вооружившись палкою, лезла вперед в их тело, широко разевая беззубый рот. Со всех сторон неслось анчихристые сатаны и безбожники. Тимофея сбили с ног, в волосы ему вцепились чьи-то пальцы, и как зубья деревянных граблей царапали кожу, будто хотели содрать ее с черепа. Пинали ногами в спину, в бока, и крик-крик, в сто глоток. Ребра ломают, бодал лицом землю Тимофей, теряя сознание. Что-то тяжелое и мягкое навалилось на него, и гудело-гудело. Бабы схватили головню за ноги, стянули сапоги, а удержать не хватало силы, уполз в хлев. И опять кто-то из мужиков подкинул в толпу громить гнездо Каторжанина. Тимофей не слышал и не чувствовал, как груда тел, навалившаяся на него, зашевелилась и отхлынула, как волна от берега. Рядом с Тимофеем осталась лежать неподвижимая, притоптанная бабка-мандрузиха. К зыряну ломились все, не били окна и рамы, только стекла звенели. Разворотили крыльцо, раскидали поплашки, кто-то вопил во всю глотку, чтобы подпустить огня. Жечь, жечь Каторжанина! Суси Христе! Суси Христе! И кто знает, может, поджарили бы Зыряна, если бы не подоспел урядник Юсков. Раздались выстрелы. Бах-бах-бах! И голос урядника загремел на всю ограду. Разойдись, Грё! Разойдись! Толпа беспорядочно отступила. Первым убежал Прокопий Веденеевич, ошалелый, как шершень. Жужжа себе в бороду, не оглядываясь по сторонам, влетел во двор, не закрыв ворота калитки, поспешно крестясь, поднялся на крыльцо, шмыгнул в сене, как вор, передохнул минуту и ввалился в избу. Степанида Григорьевна завыла во весь голос. — Тимошенька! Мил мой сыночек! Спаси тебя, Богородица Пречистая! Внимли слово моему, Тимошенька! — Прокопий Веденеевич спрятался в маленную горницу. Тем временем со двора Зыряна вынесли мертвое тело старухи-мандрузихи. Босые ноги старушонки волочились по земле. — Зырян, тащи воды! — кричал урядник. Сын Зыряна притащил ведро воды и вылил на Тимофея. Рубаха на Тимофея разорвана в клочки, на спине кровавые полосы, правое ухо заплыло кровью. — Изувечили парня, ни за что, ни про что! — жалела Лукеря Петровна. Тимофей тяжело застонал, сились приподняться. Левый глаз затек и опух. Правым подбитым разглядел урядника. — А, ваше благородие! Ребра ломали! Это вы умеете! И опять уронил голову. С уматошной птицей через поваленную ограду влетела Дарьюшка в цветном платье и, не взглянув на дядю урядника и на всех, кто стоял возле Тимофея, бросилась к возлюбленному, заплакала, приговаривая «Тима, милый, что с тобой сделали? Тима, ты слышишь меня?» Ее черная коса скатилась на окровавленную спину Тимофея, как толстый жгут. Урядник, вытаращив глаза, воззрился на племянницу с таким недоумением, точно ему в рот заехали оглоблей. — Милый мой, муж мой! — твердила Дарьюшка в выступлении. — Что они с тобой сделали? Урядник, подхватив рукой у шашку, побежал к брату Елизару Елизарычу. Мыслимо или дело? Дочь Елизара кинулась на шею смутьяну-сицилисту и громогласно назвала его милым мужем. Брат Елизар от такой неожиданной напасти непременно лопнет или насмерть прибьет Дарью. Экое круговращение происходит, соображал Игнат Елизарыч. С одной стороны Авдотья с ума сошла, в побег ударилась от мужа, с другой стороны Дарья. В какую пору они успели снюхаться? В воротах столкнулся с бабкой Ефимий, опираясь на палку, горбясь, она шла к Зыряну. Урядник глянул на нее, догадался. Не иначе, как эта ведьма свела их, поджечь бы ее вместе с гнездом. Зырян и еще два мужика помогли Тимофею подняться и повели в дом. Под ногами хрустели стекла, валялись обломки, крестовин, рам. Тимофея провели в горницу и усадили на стул. Лукеря Петровна достала чистый рушник, налила воды из самовара, обмыть лицо Тимофею. Сын Аркадий взялся прибирать щепы от рам. Дарьюшка будто прилипла к Тимофею. Тима, ради бога, сбежим, не жить нам здесь, хоть бы куда скрыться, шептала она. Теперь видишь, какое надо мною небо. И какие падают миллионы, вспомнил Тимофей, сились улыбнуться. И все папаша, космач, сатану изгонял, оборотня. Зырян и мужики пошли искать головню. Нашли в хлеве. Избитый и помятый босоногий, по пояс голый, мамонт-головня, забился в угол хлева и тяжело, утробно рычал, как пораненный лось. Как его не упрашивали, не вылез из хлева. «Идите отсюда, идите, гудел он». Так и остался сидеть до поздней ночи. Бабка Ефимия осмотрела голову Тимофея, пробитую камнем на затылке, и сказала, что надо найти чистого спирта, чтобы обезвредить рану и перевязать. «Сбегай, ласточка, ко мне. Возьми там у Варвары бутылочку», — попросила Дарьюшка. «В горницу заглянул Зырян. Сам Елизар Елизарыч идет». «Прибьет он меня», — испугалась Дарьюшка. Зырян вышел из горницы и закрыл за собой филенчатую дверь. Трое мужиков поспешно отошли в сторону. Подобно буре ворвался Елизар Елизарыч с братом-урядником. Остановился у порога и, пригнув голову, уставился на хозяина. Чуть не под потолок ростом громадище в суконной поддевке нараспашку до того пунцовой от злобы, что его черная кучерявая борода словно обуглилась. «Сволочь!» — бухнул Елизар Елизарыч. «Это что же, Елизар Елизарыч?» — за место «здравствуй», — спросил Зырян. Ответ не заставил себя ждать. Елизар Елизарыч схватил Зыряна за грудки. «Ка, дорога, ты! Я вас в пыль, в потроха!» Оттолкнув в сторону Зыряна, схватил стул и ударил его об пол, так что он разлетелся в щепы. «В этот момент из горницы вышла Ефимия. Где она, тварь, где она?» — озирался Елизар Елизарыч. «Бабка Ефимия подняла двоеперстия. «Опамятайся, Ирод! Рок-рок-рок висит у тебя над головой! Ты что вытворяешь? Аль погибель чуешь?» — «Ведьма!» — рыкнул урядник. Елизар Елизарыч молча отстранил старуху и, пнув ногой филенчатую дверь, ввалился в горницу. Дарьюшка успела выпрыгнуть в окошко. Лукерия Петровна стояла возле Тимофея с рушняком. «Этот Боровиков!» — он сам и отозвался урядник. «В зития метишь, варнак!» — процедил сквозь зубы Елизар Елизарыч, брезгливо глядя на Тимофея. «Я тебе устрою свадьбу, проходимец! Я тебе!» «А где она? Где? Ищи ее, Игнат, ищи!» «Кого ищешь-то?» — спросила Лукерия Петровна. «Сводней заделалась! Катаржанская шалюха!» Бабка Ефимия успела протиснуться в горницу и опять подняла перед носом взбешенного Елизара Елизарыча крючок двоеперстия. «Зри, зри, Ирод! Не минишь погибели! Что ты навытворял с Авдотьей? За кого выпихнул замуж? За мешок денег? Несмышленую белицу выдал за перестарка вора приискового, за Урвана! Сама дойду до губернатора, в тюрьму пойдешь за изгальство над Авдотьей и за казнократство в Монголии и в Уренхае! Все-все ведомо мне!» Кто-то с улицы крикнул в оконную нишу без рамы. «Елизар Елизарыч!» — Дарья побежала улицей в пойму! Бабка Ефимия перекрестилась. Знать топиться побежала, «Ну, Елизарка, если погубишь Дарью, оглянись за спиною, свою смерть увидишь!» Тонконосое лицо Елизара, пышущее огнем, перекосилось, что-то пробормотав себе в черную бороду. Он попятился из горницы. Урядник задержался в избе. «Вот к чему привело твое безбожество, Зырян!» Топча битые стекла, подвел итог Урядник. «Кабы я не успел, сожгли бы дом определенно!» «Нам гореть вместе, господин Урядник!» — намекнул Зырян на соседство. Дарьюшку перехватил в пойме Молтата. Это подручный Миллионщика Юскова, казачий сотник Потылицин, худощавый в кителе без погон, в пропыленных хромовых сапогах, черноволосый с чубом на левый висок и длинноногий, как аист. Это ему кто-то из зевак крикнул, что Дарьюшка убежала в пойму, и он, не теряя времени, пустился следом за дочерью Миллионщика, нагнал ее на тропки Камылу и схватил за руку. «Опомнитесь, куда вы бежите?» — спросил он, запыхавшись. Дарьюшка взглянула ему в потное лицо, вырвала руку. «Прошу прощения, в отчаянии люди теряют голову, и это плохо видит Бог». «Плохо?» — сузила ноздри Дарьюшка, словно принюховалась к нему. «А вам-то что? Оставьте меня в покое». «В покое», — подхватил Потылицин. «А если он покой? В покое люди не совершают безрассудства». «А вы безрассудно кинулись к уголовнику, назвали его мужем. Да что вы, Дарья или Заровна? Я не могу поверить, видит Бог». Дарьюшка презрительно скривила губы. Семинарист бросила, словно камнем. Потылицин потемнел, губы его сжались в упрямую твердую складку. Да, он побывал в шкуре семинариста. Разве не он бежал оттуда, чтобы поступить в офицерскую казачью школу? Блестяще закончил ее. И разве не он был в Средней Азии на усмирении взбунтовавшихся инородцев, за что произведен в Харунжии, а потом в Сотнике? Со временем он стал думать о том, чтобы расстаться с офицерским мундиром и стать капиталовладельцем, подручным у миллионщика Юскова. Но кому ведом день грядущий? Разве он не ждал, когда же, наконец, Дарья Елизаровна закончит гимназию, а он тем временем, снискав расположение Елизара Елизарыча, женится на дочери миллионщика и войдет в большое дело? И он шел к своей цели с упрямством шаг за шагом, и вдруг такие вести. Дарья Юскова связалась с политическим ссыльным Боровиковым, и это в те дни, когда Потылицин с Юсковым занимались делами в Уренхайском крае. Было от чего потерять голову, в раз рушились все надежды. «Да, я был семинаристом», — ответил Потылицин, «и в том нет ничего постыдного, Дарья Елизаровна. Но я бежал из семинарии, когда узнал, что не в поповском облачении пристанище и откровение Господне, а в нашей суетной жизни. И в этой жизни, не дай-то Бог, испачкать душу грязью социалистов». «Дарья!» — трубно загудела чернолесье. Дарьюшка встрепенулась, как ветка от порыва ветра кинулась бежать, но Потылицин схватил за руку. «Опомнитесь!» — и сей день не без завтрашнего. Минует гнев отца. «Как вы смеете, пустите!» — вырвалась она. «Я смею малое, удерживаю от безрассудства. Омыл бурлив, и воды его бездны подобны». «О, Боже, какой вы гадкий, гадкий семинарист! Сейчас я сотник, Дарья Елизаровна, но видит Бог, если бы я мог спасти вас от скверной безбожного социалиста. О, я помню вас, Григорий Андреевич, и ваши любезности. Да не нужно мне ваше внимание. У меня своя жизнь. И не вам судить о социалисте-безбожнике. Я жена его». Потылицин отшатнулся, но продолжал сжимать ее руку. «Само бы небо опрокинулось на вас, если бы это была правда. Во гневе сказано это, Дарьюшка, и пусть никто другой не слышит». А по чернолесью катилась «Дарья!» «Пустите же, пустите, ради Бога, пустите!» «Немыслимой просите, Дарья Елизаровна, повинуйтесь и отец милостивица, и я помогу в том». Послышались бухающие шаги. Подбежал дядя Дарьюшке и Михайло Елизарович, у которого когда-то в работниках служил старый зырян и получил в награду полосатую зебру. Следом за Михайлой, второй дядя Дарьюшке Игнат Елизарович, а потом и сам Елизар Елизарович. Отец подступил к дочери, остановился, раздувая ноздри. Глаза огонь мечут, горят, как у волка в зимнюю ночь. Пот течет по вискам, теряясь в кудрявой черной бороде. Так, доченька, гимназистка с серебряной медалью, гляди в глаза, тварь в длинном платье. Оборони Бог. Скажешь неправду — убью. Кого она звала мужем — сказывай. Дарьюшка сложила ладошки и на упругой девичьей груди замерла. Лицо, как снег, и губы посинели, точно она промерзла до костей. В ее расширенных глазах и жизнь, и преддверие самой смерти. Она неотрывно глядела в пунцовое бородатое лицо, но ничего не видела. Стыдно, Дарья, а после гимназии-то позорище на всю белую елань шипел сквозь зубы урядник. Подо мной земля горела, когда ты кинулась к прохвосту Боровикову. Кто он? Имеешь понятие как по закону уложению, так и по жизненности? Варнак и разбойник, сицилист. Такого бы в тюрьме гноить надо, а ты кинулась ему на шею. Муж мой, муж мой, мысли моли. Судьба свела нас тихо, как шелест черемуховых листьев, промолвила Дарьюшка. Разорво! — рявкнул Елизар Елизарович. И разорвал бы. Допудовый кулак брата успел перехватить Михаила Елизарович и сам едва устоял на ногах. «Миром надо, Елизар, миром!» — басил Михаила. «Потому сила на силу беда будет, а ты миром, миром!» Где свиделась с проходимцем, еле передыхнул отец. «Давно, папаша, как в забытии, ответила Дарьюшка. Как так давно? В Красноярске? Где? Ответствуй!» Давно-давно в подготовительном классе читала Некрасова, печальника русского народа. И он меня, великий Некрасов, сроднил с Тимофеем. «Какой такой Некрасов? Подпольщик или как?» «Поэт он был, папаша». Урядник заинтересовался. «В каком понятии поэт?» «Верование какое, и статар может». Дарьюшка не успела ответить. Снова грохнул папаша. «Отвечай, где свиделась с разбойником?» «Он не разбойник. Молчай, сучка, отсветствуй!» «О, Боже! Где свиделась?» «У бабушки Ефимии. Я так и знал, охнул урядник. Не стало никакой жизни из-за этой ведьмы. Под фамилией нашей проживает, как вроде сродственница, а никакая не сродственница, когда же она и сдохнет». «Я ее! Я ее!» Зашипел Елизар Елизарович, разорвав, распыл. Зловредная старушонка поддакнул Михаила Елизарович. «Ведьма сосватала, спрашиваю». Дарьюшка глубоко вздохнула. «Не вините бабушку Ефимию, папаша. Судьба свела меня с Тимофеем Прокопичем». Судьба свела. У Елизара Елизаровича пена выступила на губах. «Братья!» Игнат и старик Михаила, как по уговору, стали плечом к плечу, чтобы в случае чего заслонить Дарьюшку. Сотник Патрилицин чуть отступил в сторону и шептал, «Боже, Саваоф, обрати свой взор, укроти ярость зверя, воссияй лицом твоим, и спасены будут». Но никто не мог укротить ярость зверя. Но как же она была хороша, Дарьюшка. Лицо ее с высоким лбом, чуть вздернутым носиком, упрямо вскинутым подбородком и круто выписанными черными бровями казалось спокойным, предельно чистым, как улыбка младенца. Ее белая высокая шея будто вытянулась, и резче выделялся воротничок платья, тонкое, подобранное, отточенное, как веретено. Но она стояла среди космачей, как удивительный цветок, и тянулась к солнцу. Сотник смотрел нардеющую щеку Дарьюшки на ее просвечивающее на солнце розовое ушко, и ему стало не по себе. Он готов был упасть перед ней на колени, целовать землю под ее ногами в шагреневых ботиночках. Судьба! Я дам тебе судьбу, ему уже дам. И, метнув взгляд на Потылицина, торжественно возвестил. «Ты ее поймал, твоей будет, сотник. Возьмешь?» Дарьюшка быстро через плечо оглянулась на сотника. Неужели посмеет? «Али брезгуешь, ваше высокоблагородие?» набычился Елизарь Елизарыч. «Не бесприданного получишь гулящую сучку, паровую мельницу на ербе отдам, и в дело войдешь с опайщиком. Ну, за честь почту Елизарь Елизарыч, но что? Не перевариваю. Сказывай, берешь или нет, я бы видит Бог счастлив Елизарь Елизарыч». Дарьюшка откачнулась. Подлец только и ответила. «Молчай, папаша, на колени сей момент благословлю и с Богом. Свадьбу справим на всю губернию». «Нет, нет, на колени, грю, на колени». Потылицин опустился на колени. Дарьюшка кинулась к дяде Михаиле. «Дядя, ради всего святого дядя!» Молила она, обхватив руками вислы и его плечи. «Пощадите, я жена Тимофея». И в ту же секунду отец стиснул Дарьюшке горло. Голова ее запрокинулась. Потылицин, прикрыв ладонью глаза, пошел прочь. Братья с трудом разняли руки Елизара Елизарыча. Дарьюшка свалилась на шелковистый подорожник. Михайло вздохнул. «Убивец ты, Елизар, убивец!» Урядник и тот перетрусил. За смертоубийство, как по закону уложению, каторга. Елизар Елизарыч рванул ворот шелковой рубахи. Перламутровые пуговки посыпались, плечи обвисли. И он, не помня себя, шагнул на куст черемухи, остановился рыча. «Господи, да что же это, а?» Одну гулящую со двора прогнал, другая гулящая на всю губернию ославит. «Да что же это, а?» Дядя Урядник помог Дарьюшке подняться, Дарьюшка глянула в синь неба. Прямо над нею бился жаворонок. Кругом тишина, дрема чернолесья, шелковистая трава под ногами, а возле куста отец зверь, не ведающий ни жалости, ни милосердия. Дарьюшку повел домой дядя Урядник. Шли небольшаком стороны придивной Анизом поймы. Когда беспутную дочь водворили в дом, Елизар Елизарыч вышел во двор с Урядником. «А ты вот что, этого ссыльного прохвоста, сей момент убери из Белой Елани, хоть в преисподнюю, только подальше». «Самолично доставлю в волость», ответил меньшой брат. «А волость, ты его вот что, вези в Минусинск, сунь там кому следует и в дисциплинарный батальон, понятно? Там ему поставят немцы крестик. И вот еще что. Про свалку во дворе Зыряна надо вызвать исправника. Провернуть можно, как бунт против мобилизации, как подрыв устоев государства». Брат Урядник намекнул, что хлопоты по определению ссыльного Боровикова в дисциплинарный батальон не обойдутся без расходов, тем более дело щекотливое. «Сколько тебе?» К их высоким благородиям, Елизар, с малой подмазкой не подступишься. Тонко надо сработать. Заложи пару рысаков, я их там передам из рук в руки, кому надо. «Так и так, рысаков отполовинят у тебя, а ты сам пойдешь первым номером, патриотично. Умеючи играть надо, но и тысячу в руки». «Зоб, не подавишься?» «Смотри, твое дело, только прямо скажу, если у Дарьи с проходимцем завязался узелок, голым пальцами не развяжешь». «Бери рысаков и пятьсот на руки, с места не тронусь». «Ладно, дам тысячу, но помни, не беспокойся». «Сейчас же в дорогу без всякого промедления, и это понимаю. Пока он не очухался, я его в Тарантасе, ай да, валяй, погоди». «А как про Григория Потылицина? Если задумал выдать Дарью за Григория, то ставлю тебя в известность. Григорий должен явиться в казачье войско. Пусть едет, вернется с войны и женится». «Может и не вернуться, война ведь». Елизар Елизарыч ничего не ответил. Позвал конюха, приказал заложить двух гнедых рысаков в Тарантас. Под вечер урядник подкатил к ограде Зыряна, прошел в избу и сказал, чтоб сейчас же собрали в дорогу Тимофея Боровикова. «Повезу в Волость», хитрил Игнат Елизарыч. «Там фельдшер поглядит в больнице». «Лучше ко мне отвези», назвалась бабка Ефимия. «Не таких подымала со смертного одра и Тимошу подниму». «Не дозволено», буркнул урядник, крайне недовольный. «Потому, если Боровикова оставить в деревне, всем гореть тогда. Прокопий Веденеевич соберет своих тополевцев и учинит такое пожарище, какого свет не видывал. Слыхали, как он объявил, что Тимофей вовсе не сын ему?» Зырян, понимающий, усмехнулся. Урядник погрозил. «Ты свою шкуру береги, Зырян. Прямо скажу, соседство мне твое не понутру». «Содержишь в доме ссыльных, разговоры с ними ведешь подрывного характера, передний угол без икон. На что похоже? На подстрекательство к бунту. Мое безбожество вас не касаемо, Игнат Елизарыч». «Как разговариваешь?» рябкнул урядник. «При исполнении должности в сей момент за грибу под катки. Погоди еще. Выйдет Становой, разберутся, как произошла свалка. Тело подняли на твоей ограде. Как понимать надо?» «А так понимать, господин урядник, что вы сами дозволили смертоубийство. Когда старик Боровиков форал во всю глотку, вы где находились?» «Молчать!» На подмогу к зыряну подоспела бабка Ефимия. «На свою голову орешь Игнашка. Ум у тебя, вижу, короче рыбьего хвоста, а глотка шире ворот. Гляди!» «Скоро там, Боровиков!» крикнул урядник в горницу. Вскоре в Белую Елань приехали трое из жандармского управления. Что-то выспрашивали у раскольников-тополевцев, допытывались о бунте, который будто подняли ссыльные Головня и Боровиков. Дважды вызывали на допрос Прокопия Веденеича, но тот открестился от всех. Головню вызвали на допрос ночью, и то, что кузнец держал себя перед жандармами чересчур свободно, возмутило ротмистра Толокнянникова. «Как стоишь, морда, харя! Я тебя научу удержать каблуки вместе!» На что Головня ответил. «У меня грыжа, ваше благородие, пятки не сдвигаются». «Что?» выкатил кадык ротмистр. «Хахоньки!» «Раздевайся! Я тебя преобразую, харя!» «Привяжите его к лавке и пятьдесят горячих шампалов, влупите ему в задник». И как того не ожидал Мамонт Петрович, трое казаков навалились на него, свалили с ног, стянули брюки, уложили на скамейку и раз за разом в две руки начали бить шампалами. Это было первое телесное наказание при закрытых дверях в сельской сборнии. Между тем, в семье Боровиковых произошел нежданный раскол. Взбунтовалась Степанида Григорьевна. С того часа, как отец оплевал сына, как нечистого духа, Степанида Григорьевна неделю ходила по дому сама не в себе. Сколько кринок перебила, возьмет в руки, упрется глазами в стену, вздохнет, а кринка бухопал, только черепки летят. Дважды засыпала на красной лавке, ночью прокинется ото сна, позовет сына Тимофея и зальется слезами. «Тимошенька, мил соколик, где ты, жив ли?» и долго к чему-то прислушивается. «О, Господи, где же вера, правда? Куда прислонить голову? Не принимаю я лютой крепости, не принимаю». Миланя слушает причитания старухи, а у самой мороз по коже. Когда приехали жандармы из города, Прокопий Веденеевич наказал, чтоб Степанида Григорьевна не смела выходить из дома. Но она сама явилась в сборню к жандармам. Прокопий Веденеевич, поджидая супругу, встретил ее на крыльце. Моросил дождичек, мелкий, убористый, будто просеиваемый сквозь частая сита. С карнизов крыльца струилась пряжа. «Вернулась Толстопятая!» Сей момент на колени гаркнул Прокопий Веденеевич. «И стоять будешь до утра, епитимью на тебя накладываю». «Не стану на колени перед тобой, Прокопий, дерзко ответила Степанида Григорьевна. «Вся вина в тебе, я так и пояснила служивым людям. Изувечил ты Тиму, сына нашего, умника, нету в душе твоей Бога Прокопий, сатано ты». А полаумела, у Прокопия Веденеевича округлились глаза и челюсть отвисла. «Как смеешь говорить, экая, а, на колени грю?» «Не кричи, не стану. Дух во мне перевернулся, слово говорить буду. Прожила с тобой, Прокопий, тридцать лет. Всякое видела, всего натерпелась, а более сил нет терпеть твоей крепости. Надумала уйти в скит. Там замолю, может, и твой, и свой грех. Никогда я не веровала в тополевый толк, а смирилась молча. В том каюсь перед светлым ликом Творца нашего. «Вот гляди, на мне рябиновый крест, которому молилась в доме родимого батюшки. Тайна от тебя сохранила крестик, ему молилась. С ним и в скит уйду. Одно прошу, отпусти тихо без ссоры, без лютости. Молиться тогда за тебя буду». Если бы на голову Прокопия Веденеича упала крыша, то и тогда бы он не был так потрясен. Так вот откуда сошла напасть народ Боровиковых. Ехидно-рябиновка таилась подли Прокопия Веденеича с Ромница. Сделала вид, что приняла тополевый толк, а тайна молилась на рябиновый крест, на котором нет изображения Иисуса Христа. Мысли мыли ввязались в узлы, а по рукам и ногам бессилие разлилось. Словно из Прокопия Веденеича выцедили кровушку. Степанида Григорьевна все-таки стала на колени. «Молю тебя, Прокопий, отпусти тихо. Не примай грех на свою душу. Неправедной верой живешь, дикостью. Да коли жить так можно, кругом люди как люди, а у нас запоры от всех, роденья до молитвы. Дыхнуть нечем, тускло Прокопий, свету надо свету. Тимута, ты изувечил, не грех ли? Верование твое сатанинское и небожеское. Слышишь ли ты? Закатил глаза к небу Прокопий Веденеич. Ехидну змею подколодную согрел подле груди своей Господи. Спаси тебя, Христос!» Степанида Григорьевна поднялась и занесла ногу на приступку крыльца. «Изыди!» «Дозволь пройти в избу, погляжу на внучку. Прощусь с Миланей, с домом с углами. «Изыди, Грю!» «Дай хоть одежу, рубль какой на дорогу, хлебушка!» Видно, омолилась на Рябиновый крест. Веру нашу попрала нечестивка. Прокопий Веденеич и сам себя чистил, и Петемью наложил на дом со всеми домочадцами, и под конец махнул рукою, чтобы с глаз долой Рябиновку. «Настанет час, вспомянешь меня, Прокопий, по всему миру разнесу, как ты меня изгнал без куска хлеба, и Тиму вспомнишь». Прокопий Веденеич слетел с крыльца и в толчки выпроводил из ограды Рябиновку супругу, с которой прожил 30 лет. Захлопнув калитку, привалился спиной на столб и долго стоял под дождем. Степанида Григорьевна нашла пристанище у бабки Ефимии. Прожила дня три, отвела душу в разговорах и ушла из деревни, куда никто не ведал, как капля воды упала в текучую воду и растворилась в ней. Прокопий Веденеич меж тем особо исповедовал Миланью, допытываясь, не таит ли она в своей душе веру дырников, из которых вышла. Миланья поклялась на кресте чревом своим, всем белым светом, что никогда не порушит Тополева толка и если даже умрет, то пусть ее захоронят по обычаю тополевцев в лиственной колоде, а не в гробу из сосновых досок. Во всем ли будешь, повинна дщерь, пытал Прокопий Веденеич, во всем, батюшка, помни то, аминь. Поднималась Миланья на зорьке, как только в Маленной горнице раздавалось кряхтение свекра. Надо было и печь и стопить, и обед сготовить, и трех коров подоить, и отправить в стадо. Глянет другой раз, Прокопий Веденеич на сноху и диву дается. Худенькая, опрятная, проворная, работала она за троих, не зная усталости, и все делала молча, без пререканий. Особенно удавались у Миланья булки, как испечет хлеб, сама булка в рот просится. И без подовой окалиной, чем славилась Степанидушка, и без ожогов сверху. В меру подрумяниная, пропеченная, а в разрезе ноздристая, будто вся наполнилась горячим воздухом. И девчонка Миланьи выдалась на редкость тихонькая, белесая, как одуванчик, сиротка-анютка, внучка, покойной бабки, мандрузихи, осталась в доме Боровиковых навсегда. Филя таился в тайге у дяди Елистраха, пустынника, и глаз не казал домой. Миланья редко вспоминала мужа, от которого не изведала ни ласки, ни утехи. Деверя Тимофея частенько видела во сне, будто он был ее мужем, и носил на руках, как малую девчонку, про них не проведал свеха. На шее Дарьюшки отечно синели отпечатки отцовских пальцев. Если бы не дед Юсков, не сдобровать бы ей, убил бы бешеный Елизар Елизарь. В тот вечер, как только брат-урядник умчался на паре рысаков с Тимофеем Боровиковым в Минусинск, Елизар Елизарыч объявил домашним, чтоб Дарью готовили к свадьбе. Дарьюшка таилась в горенке под замком, куда ее спрятал дед Юсков. Она слышала, как гремел каблуками отец, как он раскидывал стулья, и дед Юсков, заступаясь за внучку, упрашивал сына, чтобы он побременил со свадьбой. По нашей вере, Елизар, то не грех, что белица содеяла в девичестве, тайно содеянная тайно судится. Пусть Дарья молится, и Бог простит ей. Кабы люди не грешили, им тогда и каяться не надо. Согрешил, кайся, твори крест, а со свадьбой подожди. Долго кричали, шумели и порешили, если Дарья поклянется перед иконами, всю ночь Александра Панкратьевна уговаривала дочь не суперечить воле родителя, но не сломила Дарьюшку. Как я слово дам, когда само небо меня повенчало с Тимофеем? Знать, судьба моя с ним. Хоть горькая и страшная, а другой не будет. Как может небо повенчать без родительского дозволения, спрашивала мать. Повенчала мама. Альса грешила, испугалась мать. Женой, женой стала Тимофей Прокопича. Мать от такого признания Дарьюшки едва поднялась с мягкого плюшевого дивана и, не благословив дочь, ушла в свою комнату и там молилась до зорьки. Утром Елизар Елизарыч объявил дочери, чтобы она готовилась к обручению. Дарьюшка кинулась в ноги отцу, запричитала, что она не может стать женой сотника Потылицина, коль другому отдала сердце и душу. Отец схватил Дарьюшку за плечи, поднял и тряхнул. Душу отдала? Душу? Ты ее имеешь, душу? Твоя душа в моей власти. Я тебя породил, паскудница. Слушай, женою станешь Григория Потылицина. Он еще и атаманом будет. Ежели не поклянешься перед иконами без свадьбы, станешь женою. Не стану, не стану, отчаялась Дарьюшка. Ты, 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 тварь, мерзость. Свою волю мне, блудница, на цепь посажу, на цепь. И опять на помощь пришел дед Юсков. Елизара, памятуйся. За Авдотью не заступился. Дарью в обиду не дам. Изгальства не допущу, упреждаю. Сын сверхнул чугунными глазами. Говори, клянешься или нет, что будешь блюсти честь невесты Григория. Ни словом, ни помыслом не согрешишь ни перед Богом, ни перед родителями. Не могу я, не могу. Не дам такой клятвы. Не дашь, убейте. Не вернуть того, что случилось. Что случилось? Что? Жена я, жена Тимофея Боровикова. Ай, проклятущая. Дарьюшка пролетела через всю горницу и упала боком на кровать. Сейчас же в монастырь, сейчас же. И будешь там сидеть в келье на цепи, как бесноватая. Носа не высунешь. На цепь повелю приковать, на цепь. В сутки гремел отец, и только когда дед Юсков заявил, что самолично выйдет в Каратуз к становому приставу и совершит новый раздел имущества, Елизар Елизарыч немножко поостыл и оставил непутевую дочь в покое. С этого времени для Дарьюшки настала пора затворничества. Она не смела выйти на улицу без деда Юскова и в течение сорока ночей должна была проводить долгие часы в молитвах. Как только сумерки начинали темнить Горинку, так дед Юсков задавал урок Дарьюшке прочитать столько-то молитв перед иконами. Горбатенькая Клавдейушка становилась рядом с Дарьюшкой и молилась с ней крест в крест, поклон в поклон. Недели через две вернулся из Минусинска, дядя Урядник, и до Дарьюшки дошел слух, что Тимофей Боровиков отправлен на войну в дисциплинарном батальоне, где его непременно упокоит первая пуля. «Не убьют, не убьют», твердила Дарьюшка, «я буду молиться за тебя, Тима, каждую ночь буду жечь три свечки за тебя, за себя и за спасителя, а если убьют, не жить мне, Тима, сама приму смерть». Проведал дед Юсков про тайные молитвы Дарьюшке, рассердился, «поскудство творишь, Дарья, разве можно молиться за безбожника Боровикова? Кто он тебе, муж Эка? Таких проходимцев лопаты отгребай, погоди уже, как война на убыль пойдет, сам выдам тебя замуж, первеющего человека сыщу». «Никого мне не надо, дедушка», — сыскала я. «Дуришь, Дарья, мотри у меня, попомни, покуда я за твоей спиной, ты в сохранности, откачнусь, не пеняй, Дуня-то по свету пошла, сгинет должно, опомнись, забудь про варнака, на войне упокоят, остепенись, Дарья». Но Дарьюшка продолжала молиться за жизнь Тимофея, одни тянулись, скучные и однообразные. Субтитры создавал DimaTorzok Зависть седьмая Догорало бабье лето, паутинчатая погожая осень. В сизой дымке куталась тайга, манящая ягодная, кедровая, звериная. Подоспела рожь, понурив к земле бледные, тонкие колосья, словно взращенные лунным светом. Качалась она на ветру, туманная, пенистая, поджидая жнецов. Увидали травы, страда деревенская. Прокопий Веденеевич дневал и ночевал на пашне вместе с Миланьей и нянькой Анюткой, которая возилась с ее грудным ребенком. В дождь отсиживались в теплом курном стане, где Прокопий Веденеевич соорудил люльку для маньки на гибкой березовой жердине. Рожь убрали вовремя, на пшенице непогоде пристигло. День и ночь лили дожди. Прокопий Веденеевич Веденеевич выпросил у родственников Валявиных жадкую американку и подрядил семью поселенца Сосновского убрать пшеницу на татарском санцепеке. Ночами долгими студенами Миланя с ребенком и нянькой спала бок о бок со свекром. Согревались под тремя шубами. За день до джина ржи, на чистый четверг, особо почитаемый тополевцами, Прокопий Веденеевич проснулся в середине ночи и долго не мог прийти в себя, точно то, что ему приснилось, совершилось наяву. Будто явилась к нему покойная матушка в светлом сиянии, взяла за руку и повела к устью Малтата. Видишь ли, Проня, глубь воды текучей, то и слову родительницы нету дна. Ты не сполнил волю мою, тайно не родил с невестушкой Миланьей, не слился с ней вплоть с плотью тело с телом. Оттого не будет у тебя внука, и вся вера порушится, как гнилое древо, и зайдет весь твой род на текучесть воды, и сам канешь в воду без мого благословения. И видит Прокопий, со дна Малтата поднялась Миланья в белой, как снег, рубахи, простоволосая. Вода вокруг нее пенится, кипит, и матушка рядом. Иди, иди, Проня, возьми ее и сверши тайность. Прокопий ступил в воду и пошел к Миланье. Гнется текучая зыбь, а ноги сухие. Возьми Миланью за руку, она твоя, говорит матушка, и подает сыну руку невестке, белую, мягонькую, как подушечка. И лицо Миланье просветлело, как на солнце восходье. А мать наказывает, от тайного родения счастье будет. Аминь. Иди и не оглядывайся. Сие Божья, твоя тропа мирская, праведная. И вдруг Миланья потянулась к Прокопию Веденечу, как стебель травы к солнцу. И не стала на ней рубашки, голышком явилась, и вся трепещет, жжет тело и душу, Господи, помилуй.